смотрите наш завтрак это папина яишенка это у него бекончик там бекончик был украшен помидорками один помидор уехал я сейчас себе сделаю с бейглом а у меня вот такой вот на бейгли яичко это вот бейгл яйцо посыпано сыром моцареллкой и помидорки можно еще сверху вот оставшуюся часть бейгла ну получится очень толстый поэтому я буду вот так без верхушки у нас утренний сюрприз так в общем детей посадили сейчас папа занесет кое-что дети закрыли уже глазки закрыли свои глазенки так папа пошел а уже здесь все так ну давай так все оператор готов давай тогда ты наверно на место лаврика лаврика сюда посередине потому что будет строить только папа творчеством будет заниматься дети мама творчество не ненавидит крем это все вкусно будет как я сам первый раз буду делать распаковывать я покажу на самом деле ребят продаются во многих местах это я купил в таргете есть в ролике там фрагмент поэтому кто хочет доставить детям радость себе головную боль бегом в магазин и покупаем это посмотрим верный пряничный домик посмотрим из чего там состоит этот набор как вы для сам впервые это все буду видеть с вами поэтому сразу они работают непрофессионалы за тебя все сделают для чего нет есть инструкция на обратном видите здесь кондитерский пакет это подойти всем всем ребята это всем и мащенко разрезать чтобы кремом залить построен он еще по всей видимости сок и да не знаю как двухкомпонентный или что есть есть пока рано если сейчас вы сидите строительный материал это крем это крем мама тут накрасила ногти вот такие вот видимо запеченные такие штуки вот так раз два три четыре четыре штуки в ящике как всегда они в одном месте лежат сейчас будет папа делать что-то ест еще что-то нашел что-то по дороге я знаю кусочек бейкла моего наверное 1 поломанная печенюшка я ее попробую вот так вот собираться будет домик вот так вот видите а там еще креплял но подожди пока это не открываем вооруженка домик до вечера конечно лего нельзя если это можно съесть поэтому можно пока вы отвернулись дети могут уже съесть наверное я так понимаю оно должно сразу за застывать но но мама только снимает и вообще мама не любит творчество с детства терпеть это не могу если бы ребята не канал и она вам не снимала фига бы мы тут что делали потому что мне не разрешают а она не любит не вышивать не макраме плести не аппликации делать никогда а я вот в детстве все делал и макраме до сих пор и на пальцах вышивал между прочим на пальцах все вышивали ну кто-то уже живет и стройматериалы ну это робин-бобин который саду монетку сейчас я еще думала может нам с тобой вечером собрать этот дом но в смысле ты соберешь я сниму а детям покажем что весь прикол то мы его сейчас собирать будем зато никакого гемора в этом нет ну не да ладно ладно и это вот мы должны вот так вот сделать то есть там нарисовал да он да да типа как снег но уже как снежок дамы не интересно будет но вдруг почему им интересно будет да я елку же с ними собрала не умеешь организовать вот эти вот двери вот так и окошечки ребята готова коробка дома она живет конфеты она живет материал и что же это такое мы не останемся домиком и у него не соберешься съешь половину вот так мы с вами выжимаем ребята смотрите оттуда вытечь немножечко потому что да сейчас мы с вами смотрите потому что этого типа одновременно же как снег идет понимаете да как вот конечно если вы возьмете такой кондитерский шприц то мне кажется это будет более удачно но для тех как я кому лишь она у тебя круто получается без шприца смотри в общем ребята тут понадобятся некоторые строительные навыки ребята первый раз делаю прямо этого не рецепты без заморочек это прямо такие заморочки я скажу то есть конфеты будут клеится вот на самом-то дома еще где вы смотрите как с вами мы с вами вот эти вот конфеты вот кругу и мы сейчас делаем атаку смотрите видовую вот это вот корочку посмотрим должно хватит будет так тише это конфетки по-моему посмотрите вот смотрите как смотри хочешь нам поставить сюда давай наставь и ты давай вот сюда и ты кать давай 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 ой как красиво давай ой молодец на на туши еще на тебе еще 2 и тебе еще а близне близне вкусно так ребята пахнет обалденно там ароматизаторы наверно еще красители амортизаторы амортизаторы красители и амортизаторы вот так вот смотри опала вся конфетка вот сюда лепи еще одна молодец давай лепи она как я тебе уже сделаю то здесь лепи да прям лишь клеточку делаю до серединка очень вкусно да похоже наверно начинку от орео очень вкусно похоже на орео то моего холодильник поставил на замерзнет и будет у нас а потом старшие придут и мы вместе его раздербаним оба липи давай давай вот сюда лепи лепи смотри мама вот если она конечно не слезет вот такая но что-то у нас не хватает стройматериал на самом деле мне кажется еще надо было докупить конфетам еще они еще отдельно продавали а это дверь сейчас мы с вами дверь нарисуем да он видишь как залепила красиво так давай лепи 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 а воду лаврунтик не вытирать себя вот сюда я тебе покажу куда можно налепить сейчас о шикарно вот так вот так вот раз и вторую сюда вот так мой стекло вот так отлично шикарно смотри маму как мы сделали тут верку вот такую сделали очень конструкцию над замораживать по всей видимости чтобы не вот так окошки нарисовал видите как смогли вот так как говорит ну честно говоря думала будет хуже как как трубу поставим все да все убрали все бумажки положили вот сюда в коробочку все сейчас выбросим на столе как видите чисто ничего не запачкано домик папа чистый дети чистые да очень красиво да в общем в принципе не так все плохо я думала тут сейчас засрут все но нет все здорово все хорошо все хорошо дозди виду лик украшать как мошка горт слишком мило ребят прекрасное развлечение для семейного времяпрепровождения да 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 и я вам скажу это очень весело и я думаю что многим понравится и главное чисто ну это вы знаете как повезет кто о чем нам повезло да сегодня нам повезло но дети кстати не особо так мешали больше помогать дети не должны мешать не мешали делать прядочный домик спасибо вам дали нам с мамой сделать прядочный домик я же хотела вечером сделать его да сама втихаряк не не чтобы ты делал я бы не знала под шампанскую кто решит сделать изыски то пожалуйста а что ты думаешь был бы очень веселый ролик если мы с тобой сели вечерком под винишко украшали бы домик под елочкой под киношку людям люди бы наверно очень даже был бы веселый ролик мы не только пьем а еще и что-то кури нам надо еще один домик купить папу и самим его украсить я пожалуй мама возложу на тебя это так ну что друзья мои вы рады вам понравилось? вам понравилось? нам понравилось? нам понравилось? нам понравилось папа я стихаря идешь? нет нет так все в холодильник поехал имбирный тортик ой домик Лавруша открывай открывай молодец освобождаем место среди пива Катюш ой а в самый низ хочешь? ну давай 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 сейчас он замерзнет и будет у нас такой домик все красавцы а теперь папу пытают тиктоком так ну что застывает наше творчество ой да вы знаете почти он прям застывает так мягко конечно но прям застывает и уже на руке не остается ничего в принципе чуть-чуть осталось ну вот такая вот красотинь да друзья меня детским творчеством можно только пытать но детям нравится Вовик да щас прибавим ну с ума папы небольшой нервяк ну не нервяк я просто не вижу смысла лишнее рассыхать можно было дня три ее подержать просто подержать что значит подержать вот ты такой странный ты тоже один в общем что произошло сейчас позвонила Лиза у нас сейчас почти час дня мы едем по своим делам сейчас нам позвонила Лиза сказала что с нами хочет поговорить директор да по-моему директор школы что-то сказать она сказала что Ягард сидела с человеком который заболел ну мы говорили о том что вот команда футбольная баскетбольная они на карантине все и она сидела рядом с человеком они все вокруг нее это последний класс и ее тоже отправляют на этот карантин 10 дней минимум да но это после Рождества получается она возвращается в школу после нового года ну очнись ну я понял я просто думаю сейчас в общем все она здорова она не болеет она неизвестно не говори так неизвестно она сидела у него подтверждено у нее вообще не однего симптома сдавали но это для мысли сдавать никто не заболеет она неизвестно болеет но мы даже мы еще не знаем не сдавали тест почему мы должны воздавать у нее ни одной сопли не идет в общем почему надо сдавать даже если нет ни одна запрошу бываешь ты можешь быть носителем и болеть и даже не может может не быть никаких симптомов в общем ладно здесь страшно ругаемся на эту тему я не понимаю зачем бежать к врачам если у тебя нет не надо к врачам в общем сейчас мы доделываем наши дела и примерно через час едем забирать ее из школы и и сейчас изолировали библиотеку по моему она сказала я сейчас буду сидеть в библиотеке я не могу пойти в класс ждет нас там либо через час у нее автобус она подойдет спросит может ли она добраться на автобусе либо ждет нас в общем пока не знаем в общем скоро узнаем все вам покажем и она еще может что-нибудь нам расскажет это еще еду думаю сейчас буду видео монтировать вечером про этот наш имбирный пряник и думаю что такой у нас такой мимимишный видос получился прям вот но ми-ми-ми прям вот милота на тебе сейчас дам да ничего пока она так просто рассказывать мы приехали на площадку на самом деле на нашем парке а площадка закрыта там все перерыли под качелями и сказали площадка пока закрыта так что дети у нас побежали беситься на фонтанах идите идите сейчас разговаривали но она просто рассказывает что толком ничего не рассказывает просто говорит что сегодня 5 человек прямо из класса попросили на карантин эти заболел мальчик рядом с ней она сидела рядом с ним и он входил на какую-то вечеринку и там скорее всего заразился и вчера выяснилось что у него положительный тест и сегодня пришли с утра сказали кто сидит сидел рядом с ним лиза подняла руку и кто-то еще очень всех отправили у нас радости полные протеля мы одни одежду сейчас вот это вот оденем на месяц она играются алиса доедет на автобусе сказал ждет автобус она получает смаж у них 205 автобус детей уже много пришло весело весятся все вон сколько же народу нашло там даже он папу какого-то затащили под воду и гулять за всем папа пошел гулять целая куча уже народу пришло все набесились на плавались пошли домой все домой домой вон там видите всю площадку разворотили что-то роют что да там дяди что-то ремонтируют площадки классный до машинка машинка и под не страшно что за ну там не открыто там дяди видишь что-то делают все закрыто все пошлите в машине тут вечером классно загорается все светятся эти олени елки что-то где тут елка ну иди подойди посмотри иди подойти уже видели хуже шериф ходит вооружен до зубов вот это вот для фотографий лавруша не надо оставь подарочек садитесь катя с лавриком вот это для фотографий сделано специально во мы едем домой ищи сама лис ищи просто и все тема школу ты не сможешь ничего себе исчезли это посмотри на себя ты видела себя машка злорадствует на самом деле она просто в расстройстве что она не на карантине это не справедливо ты тоже хочешь на карантин ты нашла штаны свои с меня трясем штаны опять потерянные понятно может тебя тоже отправят наш до пастера но тоже сестра ну лиза куда уж еще ближе то спите рядом в автобусе рядом не болит она по сути да она что не болеет мне каждый день стирка маш вон туда назад брось в самый конец самый конец хорошо короче у лиска сегодняшнего дня халява началась тоже все на карантине забирать каждый день забирать получается тебе уже там не с кем дайте лизе дайте лизе попробуйте она торопится ну пусть она торопится ну пусть просто так что лиза ешь ешь вов пожалуйста ты почему так ведешь себя не понимаю но печенье ну пусть она ест печенье маша сядет с ними нормально поезд а лиза пусть быстрее ест она торопится они что же крыши нет больше ну а старше что они же тоже не не нравится взрослый а папа хотел малышам все оставить все больше сказали просто так но она торопится зачем ты сказал что это просто сказал бы вкусный на самом деле папе просто не очень понравилось он хочет мне показалось что тебе не очень понравилось значит лаврика вообще не зашел дом вообще да ну зачем ты захочешь просить и выплевывать он и так выплевал он ест конфетки да нет он теперь конфетки ест короче что-то вообще не зашло лаврушки маш сядь с катей пожалуйста покорми ее домик вот что ему понравилось лаврику понравилась в общем сам сама стенка сам пряник вот этот сам пряник он просит ему то ли крем не зашел я не поняла то ли конфеты не зашли лист опоздаешь в общем как-то так друзья заканчивается на сегодняшний день машка монтирует сидеть я не спрашиваю как в школе народу как насчет народа в школе наград вообще как школа пустая тима даже друг машин тоже на карантине я хочу группу написать а как первых их маша злится что они все на карантине она одна будет учиться и вставать рань будет 1 и ходить в школу по темноте 1 и возвращаться 1 в общем как-то так на мышонке лица нет он ненавидит карантин ну как почему никто за стол не идет а ну что нормально или так себе да ешь тогда садись за стол что это вход в этот домик это дети лепили конфеты конфеты это все это все конфеты садись за стол и ешь нормально люб садись давай бери пряник эти садись ешь и оделся бы лёвка говорит у него вообще в школе вся школа полная вообще на карантин никто не выходит лёва все бери давайте садись за стол лев на не крошись и сядь за стол то господи а машу не могла загнать тебя не могу загнать лиза вообще на ходу что-то кучки не сбежал